теперь можно приступить к посадочке моих прекрасных малышек будем вместе с вами выращивать еще и такой вид орхидей как анцидиумы всякие разные вот ну и вот так выглядят сейчас малыши у них вот эти подсохшие листики можно убрать обобрать осторожненько можно с помощью пинцетика можно вот так ручками очень осторожно вот таким образом чтобы корешочки которые будут отрастать не видели никакой преграды посадку я буду делать при помощи вот такой вымоченной коры сосновая кора фракции 2 5 предварительно порезана вот на такие кубики где-то полтора на полтора не особо маленькие но я готовила это для больших орхидей буду делать сегодня посадку и эти орхидеи в такую кору стаканчики без отверстий потому как малыши пересыхают довольно таки часто и это довольно влаголюбивые орхидеи поэтому стаканчики без отверстия также поливать мне так проще я залила водички на пальчик на два пальчика и я спокойно можно сказать на неделю забываю потому как растений много обязанностей у меня всяких задач очень тоже много и нету такого варианта находиться с цветами круглосуточно также оттаяла наконец-то наша каменная куча принялись мы вновь к строительству нашего дома где запланирована цветочная комната информация для тех возможно кто на канале совсем недавно и не знает вот так что все взялись опять за стройку за строительство но как говорится не будем загадывать будем посмотреть конечно всем хочется побыстрее самый главный хотелщик это я ну а не забываем о том что руки у единица владимировича дни я так на подмоге и собственно еще нужно время для зарабатывания финансов для строительства нашего дома с этой комнатой также буду использовать лесной мох вот так он выглядит это не сфагнум это обыкновенный лесной но мог он не такой влагоемкий как сфагнум но и в данной посадке мне излишняя влажность будет не нужно но будут нужны вот такие связующие проводящие нити которыми будут служить вот веточки лесного мха чтобы влага распределялась как можно быстрее и равномерно в общем то вот и все я уже имею опыт выращивания таких малышей доводила до цветения до красивых прекрасных экземпляров но так вот получилось что в прошлом году не успела я занести и можно сказать первыми заморозками растение очень сильно прихватила прихватила до такой степени что не все выжили вот ну и конечно же вот поэтому я и повторила покупку пусть не тех же самых сортов но тем не менее также вот четыре таких орхидейки купила и так приступлю к посадке сразу же орхидеи любят камни я уже об этом рассказываю не один год на своем канале и поэтому вот сантиметрик на пальчик когда есть возможность я добавляю камушки это придает посадке устойчивость также корни очень любят прикасаться вот с этими камнями керамзит не люблю это очень пористый материал где поры очень хорошо между собой сообщаются и очень накапливают соли об этом я тоже рассказывала и как только я заметила вот такую особенность пористого такого материала так я отказалась от его использования и без этого мои орхидеи стали расти замечательно и корни стали дольше сохраняться в очень хорошем виде форме так скажем вот буквально несколько веточек я прям вот так к стеночкам горшочка он также придаст хорошую такую микрофлору я показывала и сбор вот этого мха где мы делаем в том месте произрастают лесные орхидеи но не только в том месте но и в том месте в том числе поэтому у него очень такая благоприятная есть микро жизнь на нем что позволяет очень хорошо развиваться орхидеи но перебарщивать не стоит поэтому вот в таком формате чуть-чуть все легко к тому же он придает такую легкость как пружинку далее вот эту кокосовую оплетку пенек да когда орхидейка маленькая и и вот так зажимают вот этими кокосиками дольками от кокосового ореха и она прекрасно в нем приживается снимать я их не буду потому как в этом нет никакого смысла здесь уже орхидеи тоже к ним прижилась и если я сейчас буду это отдирать и просто травмирую и без того очень слабенькие корешочки которые в дороге просто устали и вот таким образом буду делать посадку как видите я избрала емкость тоже довольно таки соразмерную до небольшую и не маленькую и учитывая то что эти орхидеи не особо будут быстро расти что у них будет нарастать следующая растенька рядом одна бульбочка или две сразу может появиться и они уже будут становиться более крупными если будет оказан соответствующий уход и уже вот на этих бульбах от этих бульб нужно будет ждать хороших крепких ростов которые уже дадут цветение как я буду далее ухаживать за этими растениями я буду также вам все и показывать как и за маленькими ванточками я знаю есть те кто прямо таки вот целенаправленно следят за развитием вант малышей поэтому как только есть какая-то информация так я сразу и показываю и рассказываю что и как делаю вот и вот этот пенек я стараюсь покрепче закрепить по аналогии с посадкой фаленопсисов смотрите посадка довольно легкая в ней много воздушных таких пространств то есть пустых пространств пустот не заполненных вот но посмотрите как все отлично держится самое важное это закрепить растение чтобы она себя чувствовала в безопасности не было ванькой встанькой и тогда она довольно скоро начнет приживаться и адаптироваться в посадке таким образом вот в принципе все кору здесь можно не добавлять больше здесь будут образовываться так скажем дочерние бульбочки и вот таким образом считаю что посадочка завершена да пусть это будет на возвышенности мы минимизируем риск загнивания данной молодой бульбочки но при этом она хорошо обдувается воздушными массами и будет хорошо развиваться я отклею наклейку от листика очень она такая клейкая так и это орхидея анцидиум так спот какой-то ну я вам подпишу на экранах все как обещала и картиночку тоже сделал и вот очень удобно вот так я сразу же эту наклеечку сюда на стаканчик дальше все малыши будут посажены аналогично чуть-чуть того всего в принципе камни можно исключить но они делают стаканчик устойчивым придают такую якорность использую этот метод уже довольно давно думала я первая там когда-то начала использовать но начали писать блогеры русскоговорящие носа иностранных так скажем каналов проживающие не в россии что вот уже этот метод хорошо известен но по моему из русскоязычного русскоговорящего контента насколько мне известно вот я как бы стала одной из первых показывать посадки с камнями непосредственно реанимацию в камнях орхидеи я тоже самое брала такие же камушки когда-то привезенные с моря морские камни были промывала их в проточной воде в течение нескольких минут и водружала на них вот всякие такие обессиленные орхидеи практически без корней которые были даже у меня есть целый ряд видеороликов по спасению и вот реанимация нескольких штук было сто процентов успешный но у меня тогда опыта было очень мало и цели кого-то научить показать как надо у меня не было я всегда своих роликах позиционирую только свой опыт на котором не обязательно учиться но кто желает может принимать его внимание и применять на своих растениях конечно же за результаты за ваши я не отвечаю показываю лишь только свой опыт показываю и удачи и неудач также что немаловажно если что-то не удается тоже это показываю и об этом рассказываю но и это не значит что если не удалось у меня то это не удастся у вас или не удалось у других также вот как можно взять пример без субстратное содержание орхидей в моих условиях и с моими возможностями у меня не пошло если по меня бы не было бы столько забот хлопоты было вот всего лишь там десяток орхидей которые нужно было держать в пустых банках то конечно же скорее всего я бы добилась очень хороших результатов а так это как бы не мое не в данном случае возможно позже я тоже вновь буду пытаться применять такую посадку это не исключено я как бы показала что у меня не получилось не значит что я отказалась но как говорится будем посмотреть и действую всегда по ситуации вот еще одну штучку посадили тоже откреплю также под как раз таки вот последнем видео на ютубе почему-то очень было много негативных комментариев по поводу использования мной амина сила вот и в том числе был такой комментарий просто комментирующего пришлось отправить в бан потому как написал информацию вводящую других смотрящих и читающих в заблуждение но комментарий был такого рода что зачем к чему вот это все ведь я все время рассказывала и показывала как я против удобрений что я их не применяю поэтому господа хочу вас попросить давайте без дурости без глупостей если вы только-только на моем канале и не смогли просмотреть все видеоролики за все вот шесть с лишним лет моих работ так скажем видео дневников то вы просто-напросто не в курсе и делать вот такие заключения не нужно в своей главе вы там можете это подумать лучше всего спросить и если смотреть внимательно мои видеоролики вот даже подтвердят все зрители кто смотрит каждое видео что никогда я не отказывалась от удобрений всегда их применяла есть вообще подробный чуть ли не часовой видеоролик где я показываю целый патронтаж всяких разных удобрений которые я применяю рассказываю как применяю а также изготавливаю и самодельные удобрения вот и поэтому вот таких заблудших или пытающихся ввести кого-то в заблуждение вот я убираю с канала господ лишаю право им чего-либо высказывать наверное так будет правильней вот здесь вот она растюшечка у нее уже его тростик такой маленький крохотный поэтому вот так вот так ее тоже устанавливаю таким образом кто-то пишет вот смешные даже комментарии на мой взгляд такие получаются такие как вы все врете что что мы все врем вся работа у вас на виду что можно врать постоянно вот одно и то же как бы говоришь 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 я не знаю может быть это какие-то заказные комментаторы или залетный не знаю но тем не менее рейтинг канала за счет такой чуши тоже повышается хоть я и снимаю видеоролики сейчас довольно таки редко просто некогда этим всем заниматься другие приоритеты сейчас как бы никогда не гналась за этим большим рублем никогда что в период монетизации что в период отключения монетизации продолжаю всегда снимать по мере возможности вот и такие комментарии что вы вот все ради какой-то наживы ради денег вы все врете вы так сами не делаете или покажешь как растут развиваются корни вот только-только показывала орхидею рассказывала и и показывала манипуляции которые с ней делаю потом раз в шорте показываю как у нее начали отрастать корни так раз тут же сразу комментарии от чего такие корни от чего поделитесь что вы сделали и тут же скидываю ссылки на видео вот такие манипуляции проводила после этого вот орхидея начала так расти и тут же появляются комментарии что это все неправда чем-то пользуетесь но скрываете друзья все рассказываю ничего не скрываю ничего не утаиваю вот прям чем пользуюсь хоть вы говорите реклама но взяла ради эксперимента этот аминосил 40 кислот посмотреть для того чтобы понаблюдать за своими растениями потому как уже два года наблюдаю за чужими растениями у кого как реагируют они на этот препарат у кого хорошо у кого плохо а также у меня имеется своя аудитория которая меня спрашивает интересуется вы использовали аминосил говорю нет ну что это за такой за блогер который не использовал да и ничего не может сказать своим зрителям и только вот не совру ради этого я на это согласилась долго меня охаживала менеджер наверное больше полмесяца я и ничего не отвечала потом ответила очень сухо и в конечном итоге договорилась с ней на том что позиционировать с точки зрения рекламы ни в коем случае не буду потому как данный препарат уже давно показывается на других каналах другими людьми и достаточно широко применяется есть другим что о нем сказать и что возьму ради того чтобы попробовать посмотреть что из этого получится и если вот кто сейчас думает что я сейчас лгу то могу в открытом доступе опубликовать вот переписку если уж очень будет нужно с менеджером и увидите датировку когда менеджер мне начала писать когда я ей ответила какие условия и назвала да то что вот конкретно рекламировать светить этим препаратом я не буду вот ну и так как обещала и сама себе вы знаете я человек и слова и дела если я сказала значит я сделала поэтому взялась я за этот препарат конкретно конкретно для себя изучила его состав как вы видели посмотрела даже в микроскоп все это дело как говорится я не метнулась вот раз да и о там у него эти микробики это все супер-пупер вы посмотрите что задолго за несколько лет у меня были видео в которых я делала именно акцент на микрофлоре посадки на том что не нужно никакой перекисью все это дело вымывать промывать тем самым убивая микрофлору после чего корневая система гибнет а как раз таки два года тому назад очень активно использовался можно сказать пропагандировался этот метод перекись не такой промывки вот хотя я была против мне за это не аплодировали стоя аплодировали на других каналах где как раз вот это вот использовалась показывалась абсолютно чистая посадка вот но это не полезно и так как раз таки вот полезно то чем вот и обладают нехимические препараты направленные на заселение посадки полезными микроорганизмами и на поддержание их благоприятного развития так скажем вот в дальнейшем я буду вам еще рассказывайте показывать очень интересную информацию основанную на все тех же вот наблюдениях знаниях и в общем-то микробиологической значимой части растения как я сказала есть вот эти эпифитные бактерии которые присутствуют не только в посадке но и на листовой части растений об этом я тоже рассказывала в интересных видео кто смотрит тот все прекрасно знает но у кого вот сразу уши и глаза застилает злость и ярость от того что именно в таких видеороликах был показан препарат тот или иной все больше слушать ничего сразу же не хотят все реклама пошло-поехало ну в общем как говорится хозяин-барин кто умеет слушать тот услышит кто умеет видеть и вычленять нужную информацию тот увидит и вычленит ее в общем все мы с вами люди разные да кому-то дано красиво говорить кому-то дано слушать и слышать а кому-то не дано так свет шукарт в общем вот новый сделаю пока так расковыряла намок немножко и все не разлепляется вот друзья на этом-то посадочка и завершена вот этих прелестных зайчиков красавчиков и вот сейчас они у нас начнут приживаться развиваться вот он этот маленький ростик здесь ничего пока нет никаких ростиков в принципе я даже занималась реанимации вот такого маленького клопа вот здесь хорошая такая куртиночка перспективная ну сейчас лето такой в принципе благоприятный период у нас здесь тоже хороший рост поэтому будем надеяться что все они прекрасно приживутся будут себя хорошо чувствовать пойдут в рост и в дальнейшем я также буду их периодически показывать и рассказывать что буду делать с ними дальше ну а сейчас я с ними пройду на обработку от паразитов и прежде всего всегда в каждом видео про обработки про обработку я обращаю ваше внимание на то что всегда новые растения нужно обрабатывать неважно откуда они к вам попали из магазина либо из частной коллекции всегда растение лучше обработать и первой обработкой всегда должна быть обработка от невидимого врага невидимого вредителя и это клещ либо паутинный либо красный оранжерейный их очень много видов поэтому берем препараты которые называются акарициды именно акарициды действуют губительно на клеща потому как это не насекомое это клещ вот и обрабатываем растение обработку я буду проводить таким препаратом как т.д. он развела я его по инструкции рассчитав вот налила буквально 100 миллилитров в удобный для меня опрыскиватель и добавила вот этот препарат т.д. он именно от клеща он действует и на взрослых особей и на яйца на личинке в общем как всегда обыкновенная такая обработка как следует смачиваются листовые пластины со всех сторон не боимся что куда-то затечет сейчас довольно благоприятный такой период можно и окошечки открывать в общем тепло ничего не испортится обработку нужно будет провести дважды а лучше трижды с интервалом хотя бы в неделю таким образом мы избежим рецидива клещей когда одно какое-нибудь вот яичко завалится куда-нибудь то самые такие глубины листочков росточков а потом из этой одной личинки одного яйца разовьется целая колония такое у меня уже было поэтому рассказываю и рекомендую вам из собственно так скажем горького опыта да такое было и через год клещ появлялся наступали видать какие-то благоприятные условия для развития вырастал из серединки у фалинопсиса лист который долго давно не рос и вот с появлением нового листа этот листик видать где-то вытолкнул эту личинку яйцо клеща которая попала благоприятные условия и развелась и через год я получила клеща на фалинопсис новым которым вот год назад тому получила вот такая была у меня история и потом уже заглядывая на листья через микроскоп я как раз поняла вот этот механизм когда нам кажется что ни с того ни сего ну вот в принципе на этом и все сюда к средству можно добавлять препараты пин который будет служить также и прилипателем если ничего нет в качестве прилипателя можно ничего не добавлять можно добавить средства для мытья посуды главное чтобы то средство которое мы используем было ph нейтрально или же кислой реакции нельзя добавлять щелочь щелочные препараты иначе действие сразу от этих акарицидов инсектицидов она не то что минимизируется она может быть полностью сведено к нулю так скажем и мы просто получаем то что рассели водичкой и клещам это как манна небесная вот возможно видеоролик был длинный но я захотела собрать все в единое видео к тому же я очень соскучилась по вам хотелось поговорить вот при посадке я хотела сделать просто молчаливую убыстренную такую съемку но пару слов вот прошлась по комментариям благодарю от всей души тех кто со мной на канале остается кто поддерживает не забывает про лайки комментарии от чистого сердца в поддержку большое спасибо всем кто решил подписаться на мои каналы дзену привет всем привет ярусу привет со всеми общаюсь вот сейчас за делами общения с вами конкретно стало не хватать но я думаю что ситуация исправится мы когда-нибудь выйдем на это плата когда будет не столько много других забот и хлопот а больше времени я могу уделять и посвящать своим растениям и вам мои дорогие и уважаемые друзья ну а на этом это видео я заканчиваю прощаюсь с вами ненадолго до новых добрых встреч